Добрый вечер, Михаил. Расцените, пожалуйста, ситуацию. Что касается Вашингтонской встречи, то я думаю, что даже сами американские эксперты особенно больших прорывов здесь не ожидают. Более того, я также должен заметить, что в позиции Соединенных Штатов в отношении армяно-азербайджанского конфликта заметен и такой, знаете, я бы сказал, скрытый интерес. Поскольку в этот конфликт в последние годы особенно очень честно вовлечена Турция, с которой у Соединенных Штатов очень специфически сложились отношения. И в свете недавно прошедших выборов, когда предпочитаемый американцами кандидат проиграл выборы и у власти остался Эбдоган, американцам нужно разыгрывать определенные политические ходы именно в связи с Турцией. Армяно-азербайджанский конфликт и его возможное урегулирование – это лишь одна из фигур на шахматной доске. Хорошо, но нету подозрений, что Баку хочет сорвать Вашингтонскую встречу? Ну, здесь трудно. Возможно, да. Сначала отложили, а сейчас неизвестно, когда встретятся, но… Это не исключено. Я еще раз хотел бы привлечь наше внимание именно к роли Турции, потому что Азербайджан без ведома Турции никаких крупных шагов, таких как, например, срыв встречи в Вашингтоне предпринимать никогда не будет. И давайте вспомним, что происходило. Сначала Соединенные Штаты, Эрдоган выигрывает выборы. В следующий же день американские эксперты, некоторые американские политики говорят, отлично, Эрдоган выиграл выборы, теперь Эрдоган должен все-таки позволить Швеции вступить в НАТО. Сразу же американцы заявляют, что они поддерживают Азербайджан в его границах, включая Арцах, включая Нагорный Карабах. То есть, естественно, это такой размен. Эрдоган, позволь в Швеции вступить в НАТО, за это твой дорогой Азербайджан получит то, что он хочет, мечта Лива существуется. Далее, американцы теперь отходят от этой позиции, потому что теперь они говорят, что нет, надо учитывать права Арцаха, права Нагорного Карабаха, что, конечно, правильно. Нужно учитывать права людей, которые там живут, это очевидно совершенно. Но теперь они на другом акценте отвечают. Почему? Потому что теперь уже Турция снова начинает препятствовать вступлению Швеции в НАТО. То есть, соответственно, это тоже угроза срыва в Вашингтонской встрече может быть одним из ходов вот в этой вот игре. Что американцам нужно что-то отыграть с Турцией. И они используют Карабахский конфликт, Армяно-Азербайджанский конфликт, как одну из фигур на этой тоске. И в частности, вот один из турецких ходов, турецких, бакинских ходов, да, азербайджанских, что, а мы вот сейчас не приедем и все. Может быть, я думаю, все-таки поедут, если ничего такого кардинального не произойдет. Я надеюсь, что поедут. Разговаривать-то надо. Надо же как-то все-таки пытаться хотя бы медленно, медленно, но хотя бы остановить кровопролитие и мирно разрушить этот вопрос. Но каких-то крайних вариантов исключать нельзя, что Баку может его сорвать, конечно. Угу. Азербайджанские военные снова обстреляли строящий завод на границе с Нахачеваном. Вы, наверное, об этом знаете уже, да? Я об этом слышал, да. Немного, но я... Завод строится по американской инвестиции, кстати. И что заметно? Завтра там установят флаги США и Армении. Ну, значит, вот опять же, еще раз, это вам та же самая демонстрация. Это все делается демонстративно. Понятно, что обстреливать строящийся завод военного смысла просто не имеет. Это, насколько я знаю, опять же, я могу чего-то не знать, поскольку не имеет доступа, как мы с вами, к секретной информации. Но, насколько я знаю, этот объект не военных целей строится. Не-не, это обычный металлургический завод. А все, значит, инвестиции американские, флаг армянский-американский. Значит, с другой стороны, у нас флаг Азербайджана, а за ним так вдалеке-вдалеке красный-турецкий. Понимаете? То есть, опять же, это тоже такая демонстрация. Это все делается демонстративно, естественно. Да. Вы, наверное, знакомы с провокацией в Лачинском коридоре на днях, где азербайджанцы пытались установить флаг на территории Армении. Ну, это одна из многих провокаций, да, и они пытались это сделать. Ну, просто они рассматривают Лачинский коридор, значит, как, собственно говоря, свой собственный. Им кажется, что вот это вот... Если речь о территории Армении по границам Советского Союза, Армянской ССР, то это, конечно же, провокация. Это очевидная провокация, направленная на осложнение переговорного процесса, если не на его срыв. Это совершенно... Нет, это неоспоримо. Это территория Армении. Да. И эта граница, эта территория бывшая Армянской ССР, а ныне Армянской Республики, то, конечно, это в чистом виде провокация. Опять же, она направлена вот именно на осложнение процесса, на срыв, что вот не так все просто будет. И за этим стоят, так сказать, совсем, как говорится, другие силы. То есть, это не только вопрос двусторонних отношений, двусторонних проблем, понимаете? Михаил, что непонятно, в кадрах видны российские миротворцы, которые участвуют в процессе в этом, да? Для вас это объяснено? Вы знаете, для меня это объяснимо только одним. У них... Это, естественно, вооруженные силы России. Это люди, значит, военнослужащие, стабильным оружием. У них приказ не вступать в боевое столкновение, применять оружие только в случае вооруженного нападения. Поэтому в результате они себя ведут пассивно, а иногда, естественно, допускают дипломатические ошибки, поскольку вы понимаете, что если к нему подойти, он стоит на территории Армении, он, может быть, это и знает, и скажет, слушай, ну помоги поднять флаг, там что-то такое получать. Он может просто от того, что человек не знает, он не профессор политологии, он, так сказать, не изучал дипломатию, он может не понимать, что это является нарушением международного права, просто откровенно. Если не сказать даже актом агрессии. Это неправильно, такие вещи нельзя делать. Но он просто будет стоять смотреть. Ну, такое может быть, то есть это, что называется, отсутствие в должной мере информированности, подготовленности, с точки зрения знаний, и приказ, который у них имеется, поскольку они миротворцы, то активно, так сказать, не завязывают никаких боевых столкновений, не вступают в боевые действия, значит, если только в них не начинают стрелять. Вот поэтому, к сожалению, такой неприятный инцидент и произошел. Но, опять же, я думаю, более официальные, так сказать, разъяснения должны дать, должны дать, естественно, правительственные органы Российской Федерации, в частности, Министерство обороны. Да, уже есть заявление МИДа Армении, в котором послу России было выражено резкое недовольство Армении в связи с происшедшим в Лочине. Ну, скажите, все-таки иногда непонятна позиция России. Ну, вы знаете, она понятна, она понятна с точки зрения того, что позиция России унаследована из Советского Союза. Как мы знаем, значит, как Азербайджанская СССР, так и Армянская СССР являлись частью Советского Союза. До 1936 года они вообще являлись частью одной республики, Закавказской Советской Федеральной Союзной Республики, которая вошла в Грузию, Армению, Азербайджанской, они вошли в полном составе, как одна республика, в состав Советского Союза в 1922 году. То есть, соответственно, и до этого Российская империя, естественно, включала в себя как территорию Азербайджана, так и территорию Армении. И поэтому, как бы, ролью Москвы всегда было балансировать, не быть односторонней, как им кажется, в тех или иных конфликтных ситуациях. И на самом деле, я уже упоминал в моих предыдущих дискуссиях с вами, друзья мои, что, если вспомнить советское время, в те времена, когда Советский Союз был крепким государством, то Центру удавалось поддерживать достаточно твердый, достаточно прочный баланс и мир на земле Арцах и, в общем-то, в других местах на Кавказе. Когда Союз начал озлобевать в 1987 году, первое, что вспыхнуло, это был Арцах, это был Нагорный Карамат, это был самый первый конфликт. То есть, Москва, соответственно, ее позиция заключается просто в том, чтобы балансировать и быть посредником у наследователей в Советском Союзе, Российской империи, посредником в этих отношениях. Американцы играют в другую игру, для них это просто шахматная фигура на доске. Для Москвы это, как бы, принципиальный вопрос, который является частью ее исторического наследования. И да, позиция Москвы не всегда сбалансирована, потому что это очень сложный конфликт, он по сложности такой же, как, скажем, израильско-палестинский конфликт, по сложности своей, степени сложности, степени разрешимости, перспектив разрешимости. Очень сложный конфликт, поэтому простых решений здесь нет. И, безусловно, Москва, да и все, собственно говоря, участники процесса, могут и будут делать ошибочные шаги. Ну, понятно. Дело в том, что в последствии этой провокации Лачинская дорога полностью заблокирована. Не проходят даже автомобили Красного Креста. Ну, вот в этой проблеме этот вопрос, на мой взгляд, надо, естественно, решать. Потому что, естественно, если человек заболел, надо человека перевезти. Понимаете? Если там, значит, не хватает тех или иных продуктов, продукты надо достать. Понимаете? Просто движение товаров. Понимаете? Люди же должны что-то покупать в магазинах, там, еду, вещи. То есть, понимаете, экономическая блокада – это, в принципе, значит, весьма адресивное действие на самом деле. И поэтому здесь, конечно, это вопрос, который, я думаю, должен стоять одним из первых, если не первым, повестки дня, что нужно разблокировать и снова обеспечить свободный поток товаров и пассажиров через... Потому что, если я правильно, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, то, по-моему, это осталось единственным коридором, который связывает Армению с Арцахом. Больше не осталось, мне кажется. Да, я один только. Вот это, правда, то есть, ну, соответственно, значит, нужно вот этот вопрос в первую очередь решить, конечно. Вот срочное обсуждение будет по вопросу ситуации в Лачинском коридоре. Это обсуждение состоится в ПАСЭ, 22 июня. Что ожидаете? Ну, я думаю, что все-таки тем или иным способом, если не в ПАСЭ, в ПАСЭ вообще ничего не решается, значит, вот. В ООН, если обсудят, еще как-то может быть. Но, тем не менее, тем или иным способом, что я имею в виду, либо стараниями, скажем, ООНовских каких-то организаций, либо, скажем, американским посредничеством, либо российским посредничеством удастся, или через российско-турецкие, например, усилия, да? То есть, можно и так как-то представить себе. Но вопрос решить удастся, потому что его нельзя не решать. Иначе ситуация может просто опять выйти из-под контроля. Я думаю, что сейчас никто в этом не заинтересован. Уже в прошлом году погибли 7 тысяч человек, да, значит, военнослужащих. И до этого в 90-е годы 30 тысяч жизней унесла война. Мне кажется, у всех сторон хватает все. Должно хватить, во всяком случае, разума и понимания, что, ну, наверное, кровопролитие надо когда-то останавливать и пытаться какие-то как-то вопросы разумно решать. Да, очень многое зависит, когда сработает международный механизм по диалогу Баку-Степанаке. Вопрос, кстати, входит в Вашингтонскую повестку. Про Вашингтон, да. Вот понимаете, пропозиция Вашингтона здесь очень странная, потому что, например, за достаточно, вполне достаточно агрессивный здесь Соединенные Штаты, например, отказываются санкции налагать на Азербайджан. Просто сказать, мы не будем. Не будем. Все. Понимаете. Они, американцы, действительно, помогают Азербайджану также и в военном плане. То есть, позиция для самих американцев, на мой взгляд, она тоже такая вот неясная. Они, для них это фигура на доске, и они иногда совершают поступки, которые, в общем-то, противоречат, являются противоречивыми. В этом-то проблема. И поэтому усилия Вашингтона, они могут быть продуктивными потенциально, а могут быть, наоборот, вредными для самого процесса, нанести ему очень серьезную. Чем? Чем они могут быть вредными? Ну, они могут его просто разрушить. Понимаете? Они могут его просто разрушить. То есть, если, опять же, Соединенные Штаты не займут более принципиального позиции. Пока они занимают позицию прагматичного. Они говорят, что им выгодно. Еще раз напомню, а вот Азербайджан террорально целый. То есть, вы думаете, дело дойдет до санкции, да, если что? В крайнем варианте, да. Пока они отказываются от этого дела. То есть, они последний раз, по-моему, то ли в марте, то ли в мае этого года было заявление американцев. Для Вашингтона это еще вопрос престижа, нет? Конечно. Для них все вопрос престижа сейчас, в последние годы, после того, как они ушли из Афганистана, и этот позор был на весь мир виден. То есть, престиж США упал, поэтому они так принципиально инвестированы и в войну между Россией и Украиной, поэтому так они принципиально стараются свой престиж сохранить везде, где они участвуют в тех или иных процессах. Особенно на Ближнем Востоке, потому что все-таки Кавказ это буквально к северу от Ближнего Востока, а на Ближнем Востоке для американцев процессы происходят крайне неприятные. Прежде всего, вот самый большой был факт, это восстановление Ирана-Саудовских отношений при последничестве Китая. Для американцев это было просто плево в лицо, понимаете? Поэтому сейчас им нужна хоть какая-то дипломатическая победа или желательно дипломатическая победа. Ну, хоть что-то, что могло бы, позволило бы американцам выйти и сказать, вот смотрите, мы решили проблему, понимаете? Администрация Байдена, ей нечем похвастаться в этом отношении, на данный момент. У Трампа есть достижения, у Трампа есть достижения. Он решил серьезную проблему на Ближнем Востоке, а вот здесь, а вот у Байдена пока не получается ничего. Ну, все же, непонятно опасения МИДа России по поводу действий США, по организации встречи между Баку и Степанагерд. Чего опасается Россия? Ну, я думаю, что Россия опасается, во-первых, усиления американского влияния внутри Армении. Притом то же самое требовала Москва до этого, да? Да, конечно, конечно, нет, я согласен. Просто, ну, это логика, потому что, естественно, Россия считает, что без ее участия разрешение многих проблем, особенно армяно-азербайджанских проблем, просто не может иметь места. Поэтому, естественно, значит, российская дипломатия занимает такую позицию, что, значит, мы не считаем, что это будет продуктивно, мы не считаем, что чего-то будет достигнуто и так далее и тому подобное. Вот. И, соответственно, значит, американцы, наоборот, возлагают какие-то надежды. Плюс, если США смогут, а я думаю, что нет, ну, все-таки вдруг они смогут привести стороны к каким-то договоренностям, которые, может быть, вот сразу начать выполнять, вот реально, и серьезно, то тогда это, конечно же, резко усилит влияние Соединенных Штатов Америки в Армении, вот, чего Россия опасается, это, естественно, вот. И, и также, также, естественно, усилит позиции США и в Азербайджане тоже, понимаете, вот, который, на самом деле, достаточно не слабый. Вот, потому что у американцев интерес это есть в Азербайджане. Азербайджан, он же производит, ну, это не много, но производит это нефть и газ. Для США любая страна, любая территория, где это есть, она интересна по определению. Так что, так что здесь, естественно, в Москве таких, такого развития события опасаются, но я думаю, что, значит, серьезных каких-то сдвигов в этой встрече, хотелось бы надеяться на обратное, но я думаю, что серьезных сдвигов, принципиальных сдвигов, которые могли бы вот просто привести к окончанию, полностью окончанию конфликта, разрешения проблемы, конечно же, не будет. Но, надеюсь, какие-то шаги будут сделаны хотя бы для того, чтобы вот разблокировать, разблокировать Латинский коридор и, 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 чтобы хотя бы прекратились, так сказать, какие-то вяло текущие боевые действия на линии соприкосновения. Ну, да, между тем, ВЦ-премьеры продолжают активно обсуждать, продолжают обсуждение по разблокированию транспортных коммуникаций. Ну, ощущение, что этот процесс не связан с напряженностью на границе. Нет, он прямой связи здесь, связь есть, но она не прямая, вот, но между разблокированным коридором и напряженность на границе. Но это все изменение одной цепи, это все изменение той напряженной ситуации, которая сложилась, значит, вот в зоне конфликта, которую удалось как-то погасить там с грехом пополам, значит, когда произошли военные действия, значит, в последний, 20-й год, если не ошибаюсь, вот, значит, и, ну, вы понимаете, вы помните, что была вспышка весной прошлого года, или весной прошлого года, кажется, была вспышка опять, и это еле-еле удается гасить. Самое большое впоследствии заключается в том, что будет момент, когда будет вспышка, когда какой-то раз, когда погасить не удастся, и снова широкомасштабные, полномасштабные боевые действия начнутся. И этого, естественно, все хотят избежать, потому что опять будут массовые жертвы, как среди военнослужащих, так и среди существенной жертвы, среди мирного населения. И это уже, это, конечно, я думаю, и азербайджанцы, и уж точно уверен, что армянский народ это прекрасно понимает. Выцепремьер России утверждает, что сформирован комплексный документ на повестке по Уверчуку восстановление железной дороги. Скажите, у России здесь самый большой интерес? Ну, конечно, потому что, во-первых, Россия и Армяя являются союзниками. Армения, более того, присутствовала несколько раз на встрече БРИКС. То есть, явный интерес имеется. Ну и, кроме того, для Армении это тоже очень важно, на самом деле, потому что, значит, у Армении нет выхода к морю. Поэтому железнодорожный транспорт является вторым по значению, экономически говоря, по возможному объему перевозок, значит, после морского. И поэтому железная дорога, конечно же, в Армении, она очень важна как для армянской экономики, так и для России. Ну, Россия, естественно, заинтересована в развитии экономики Армении, заинтересована в тесных связях, потому что это уже страны-союзники. В Армении находится российская военная база также. Так что здесь все очень логично. И дальнейшее укрепление связей, конечно же, является критически важным для Москвы. Ну, вопрос открыт пока. Как будет обеспечиваться безопасность дороги? Ну, этот вопрос, естественно, должна решать Москва. И помимо договоренности с армянской стороной, нужно будет, естественно, заключать договоренности с Азербайджаном по гарантиям безопасности транспортной ветки, чтобы выисключить какие-либо диверсии, обстрелы, то есть обеспечить безопасность этого стратегически важного объекта. Когда он будет построен, это будет стратегически важный объект. Вы имеете в виду таможенный контроль по территории Армении? Ну, нет, я думаю, что не таможенный контроль, вы спрашиваете про безопасность. Если вы говорите об экономических аспектах, тут, естественно, все более, значит, нужно будет, нужно будет, соответственно... Армения должна знать, какие товары это проходят по ее территорию, нет? Ну, это логично. Все зависит от существующих договоренностей. Насколько я знаю, между Россией и Арменией существует договор о бестаможенной пропуске грузов, если я не ошибаюсь. Но дело в том, что грузы могут ввозиться в Россию из тех стран, где по российскому законодательству таможенный контроль осуществляется. То есть, если, например, идет какой-то груз из Финляндии, ну, например, из Финляндии в Армению через Россию, то, естественно, на границе, на финско-российской границе его досмотрят. Вот, естественно. Но дальше он пойдет, естественно, без всяких искусств. Но, естественно, вопрос о таможенных сборах и так далее, это уже вопрос, который должны, естественно, урегулировать соответствующие министерства. Значит, там, Россия, Армения и так далее и тому подобное. То есть, если уже не о безопасности, а тут речь идет скорее об экономическом аспекте и о таможенных сборах и так далее и тому подобного такого плана вещать, да. Да. Здесь надо будет напомнить слова Эрдогана, что проблема по Зангезурскому коридору не с Арменией, а с Ираном. Ну, конечно. Ну, конечно. Но, понимаете, Эрдоган прекрасно понимает, что Иран... Но это чистая политическая провокация. Ну, конечно, конечно. Ну, вы же, значит, Турция это бывшая Османская империя, Иран это бывшая Персидская империя. Это эти империи, которые являлись конкурентами политическими и врагами на протяжении тысяч лет. И этого исторического наследия, его нельзя игнорировать. Очень часто думают, ой, мы живем сегодня, это было вчера. Вчера. Сегодня не было бы без вчера. Никогда. Понимаете? Поэтому история, естественно, по логике вещей, Турция поддерживает Азербайджан, близкий к культурно-этнический народ. Опять же, по историческим причинам Иран поддерживает Армению. Естественно, естественно, Эрдоган не замедлил, не применил свалить все, естественно, на Иран. Ну, а как же? Это совершенно предсказуемо. Это, так сказать, старая история. Ничего здесь нового нет. Он и дальше будет продолжать делать то же самое, поскольку считает себя, значит, человеком, который ведет Турцию к возрождению, такому чуть ли не имперскому, неоимперскому будущему. Так что эту роль он играет. Вот часть этой роли его эпизода. Вот и вам ответ на вопрос, откуда международный такой интерес к армянской области Сюник. Там сейчас иранская консульство, открывается российская. Там активен очень Евросоюз оперативным штабом и своими. Ну, естественно, вот. И это не может не беспокоить и Турцию, естественно, потому что открытие консульства означает развитие гуманитарных связей, развитие экономической связи и, самое главное, повышение уровня дипломатического представительства. С каждым новым консульством, ну, любой страны означает, повышение уровня представительства означает, что та или иная страна, которая это делает, считает страну, в которой открывает свое новое консульство, приоритетной в своей внешней политике. Не секрет, что для Ирана это приоритет, не секрет, что для России и Армении тоже являются приоритетом. Так что это только во благо армянского народа и армянской государственности. Вот. И это как раз то, что собираются открывать в суднике, да, это на самом деле очень положительная на самом деле новость, как для России, так и для Армении, однозначно. Спасибо вам, Михаил. Спасибо вам, стараюсь пообщаться.